Текущий год в России объявлен национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По информации Всемирной организации здравоохранения, болезни сердца являются наиболее частой причиной смерти людей. В Тверской области наметилась тенденция к улучшению. Уменьшить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 2014 году по сравнению с предыдущим периодом удалось в 11 раз. Однако эта проблема еще сохраняет свою актуальность. В связи с этим в Тверском медицинском университете в 10 раз проводят научно-практическую конференцию с участием ведущих специалистов России. В этом году темой стала ишемическая болезнь сердца. Серьезное заболевание, от которого пациенты становятся инвалидами или умирают. Чаще всего это поражение сосудов, которые питает сердце, коронарных сосудов. Самое драматическое это такой острый атеротромбоз, острый перерыв кровотока по коронарной артерии. То, что принято называть острым инфарктом миокарда. И иногда это состояние является первым проявлением болезни, тем более оно драматично. Очень важно знать, кто подвержен риску. Это больные с артериальной гипертонией, которые не знают и не меряют свое давление. Курильщики – больные, страдающие с сахарным диабетом и избыточной массой тела. По словам специалистов, этим людям обязательно нужно посетить кардиолога и при необходимости быстрее начать лечение. Среди пациентов Московского центра имени Бакулева много жителей Тверской области. Мы, конечно, стараемся сделать наше вмешательство и их пребывание в нашем центре наиболее комфортным. Потому что понимаем, что они приехали, это не их дом. Они приходят к тебе, ты должен сделать максимально все, что ты можешь, чтобы им помочь. Но Елена Голохова помогает не только пациентам своего центра. Она приехала в Тверь, чтобы дать мастер-класс нашим врачам. На конференции Тверском медицинском университете она прочитала лекцию о современном подходе к диагностике и лечению ишемической болезни сердца. По мнению организаторов конференции, такие мероприятия очень полезны практикующим врачам. Надо чаще их просвещать, надо им рассказывать, что и как должно быть при данной этой патологии. Приехали суперфессионисты, действительно, которые бывают чаще в Америке, в Европе. На конференции эксперты познакомили тверских врачей с новшествами, которые могут использоваться при лечении сердечно-сосудистых заболеваний у больных. По окончании мероприятия все медицинские работники получили сертификаты. По сути дела, это школа, получается, кардиологов, школа ритмологов, школа ультразвуковых специалистов. И они должны эти, зная, передать своим знакомым по медицинской части, своим ученикам, в районах должны просветить. Вот это наша цель – просвещение, чтобы наше здравоохранение в нашем регионе было на более высоком уровне.